Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает Вападом. И сегодня речь пойдет о совершенно роскошном издании сказок народов Севера. Очень долго лежала у меня эта книга. И вы знаете, это один из примеров того, как работа художника держит на себе все издание. Является вот не просто важной частью, составляющей частью этого издания, а наверное одной из основных. Сказки народов Севера это очень своеобразное чтение. Как и любой фольклор, они нужны нам только в обработанном виде. Потому что в необработанном виде фольклор это чтение для ученого-исследователя, а никак не для ребенка. И вот в обработке Михаила Булатова сказки народов Севера проиллюстрировал художник Николай Фомин. И это волшебные абсолютные иллюстрации. Начиная вот с самой обложки, когда вы видите, как герой у нас за усы дергает кита. Нет, я понимаю еще тигра, амурского какого-то, да, вот восточного тигра дернуть за усы, это устойчивое выражение. Но кита это перебор. Это просто какой-то совершенно уже, значит, потерявший всякие берега Мелвиус, значит, который своего Моби-Дика. Моби-Дик был кошелот, Никит, не путайте. Вот, но в любом случае здесь, значит, вот за этот самый китовый ус у нас уцепился герой. И как взнуздал, как уздечкой этого кита. И, в общем, судя по всему, в конце концов они договорятся. Вряд ли этой родео закончится победой кита. Итак, иллюстрации крайне живые, очень яркие, очень пестрые. Но дело не только в красках и дело не только в нарядности, да. А дело в том, что эти иллюстрации очень хорошо соответствуют тому, что представляют из себя сказки народов Севера. Сказки народов Севера – это гораздо более шероховатое, жесткое чтение, даже в максимально обработанном виде. Это чтение, гораздо более приближенное к архаичным временам. Это когда начинаешь вдумываться в то, что происходит в эпосе, ты понимаешь, что это пришло из такой тьмы веков. Мотивам и отдельным элементам, которые вошли в текст, не самим словам и их порядку, в котором они расставлены, вот конкретно в данном эпосе о Гильгамеше, да. А вот этим самим мотивам, когда ты вдумываешься в это, им оказывается десятки тысяч лет. Они пришли из той тьмы, о которой мы вообще ничего не знаем. Они старше прайндоевропейского языка. Вы можете себе это представить? А он реконструируется на довольно большую глубину, да, и это кропотливая работа ученых-лингвиста, где многие результаты спорны, но тем не менее мы можем кое-что об этом языке уже сейчас сказать, да. Это не так много, мы не можем на нем поговорить или так далее. Но мы примерно понимаем, как он выглядел с точки зрения грамматики и приблизительно понимаем фонетический состав некоторых слов. Так вот, это гораздо старше. Эти элементы, когда съела, значит, я уже приводил в одном из своих видео, когда-то этот пример, когда съела, значит, героиня проглотила сосновое зернышко и родился у нее сосна-богатырь, да, значит, они идут из тех пучин времени, когда древние люди не до конца понимали, от чего берутся дети. Можете себе представить такую архаику, да, еще не до конца были сформированы не то что социальные взаимоотношения, а они еще не до конца отмежевались от соотношений человеческого стада, значит, в Homo erectus, да, в человекопрямоходящем. Они еще не до конца превратились во взаимоотношения между особами Homo sapiens. То есть, например, вот это оставалось тайной, а почему бы и нет, да, почему бы сосна-богатырь не мог появиться таким образом. И вот эта архаика, она в сказках народов Севера очень-очень здорово чувствуется. В чем? Во-первых, в быте, максимально приближенном, значит, к быту и жизни простого охотника, простого рыбового, простого члена племени, значит, простого жителя стойбища или, значит, кочевья, да, если это оленеводы, если они перегоняют стада. Это очень важно, потому что все-таки в эпосах и в сказках часто у нас идут, едет главный герой Иванушка, совсем не дурачок, в столицу поступать на царскую службу и так далее. И там уже идет о каких-то избранных, да, экзотических персонажах речь. Здесь у нас все очень близко к быту. Чум – это всегда обычный чум. Вигвам такой вот, значит, собачья упряжка – это всего лишь собачья упряжка. Задача художника – показать этот быт очень точно. Если лыжи использовались максимально не похожие на те, которые мы сейчас, на то, что мы сейчас называем лыжами, то, пожалуйста, если поехать в Финляндию куда-нибудь, мы увидим то же самое, да, там до сих пор используются технологию, лучше не придумаешь. Это очень широкая лыжа, намного шире, чем обычная, вот, и она подбита мехом. Не удивляйтесь, она подбита мехом, потому что мех прекрасно скользит, и мех обеспечивает ту самую гладкость доски, если у тебя под рукой нет ни рубанка, значит, ни наждачной бумажки, ни специальных этих самых гелей, которыми ты смазываешь лыжи, в зависимости от температуры. Ну, все же ходили на физкультуре, да, на лыжи, значит, а мастикой обязательно надо мазать, чтобы они ехали. В зависимости от температуры воздуха ты еще выбираешь из набора мастик нужную, да. Где все это в тундре? Ну, естественно, нету, да. И там подбивали их шерстью, и это идеально. Художник именно эти лыжи и нарисовал. Вот реально, мне кажется, что я могу поручиться, что это такие лыжи, которые с этнографической точностью воспроизведены. Это касается костюмов, повадок, понимаете, это крайне, несмотря на всю фантастичность происходящего, а почти на каждой иллюстрации перед нами битва между героем и злым духом, злой силой. Это змей, это человек-тигр, да. Но доспехи его, это доспехи японского самурая. Не совсем японского самурая, потому что они должны выглядеть и немножко быть устроены по-другому. Это даже мой глаз видит. Но я уверен, что была мотивация. Я уверен, что это используются те доспехи, которые традиционно носили народы Востока, и которые могли быть увидены, значит, несколько столетий назад там, вот на севере, значит, а не где-нибудь в Эду или там, значит, рядом с Киото и так далее. Тут очень важно понимать, что это всё-таки всегда такая иллюстрация будет немножко фэнтезийна. Но достоверность, с которой сделаны эти нарядные рисунки, она поражает воображение. Опять же, ситуативность. Ситуативность, она в сказках разная очень. И здесь эта ситуативность, ну, не бытовая, она волшебная, но эта ситуативность такая же архаичная, такая же древняя. Очень быстро снисходят боги до, значит, общения с людьми. Злые демоны, хозяйка тайги и так далее. Очень всё это, значит, дико, очень так всё это мощно. Очень всегда обязательно будет драка. Драк будет кровавый. Очень всё просто. Отношения наивные до примитива. То есть, вот когда вот у нас охотник борется с тигром. Хоровый мальчик залез на берёзу и обманул тигра, спрыгнув вовремя на землю. То есть, тигр попал башкой в развилку, вот здесь это очень хорошо нарисовано, застрял. А поймать таким образом зверя, это не мыслимую вовкость, надо проявить. Но, тем не менее, застрял и погибает, задыхается. Потом подумал парень, говорит, а чего ему погибать зря? Ну, я доказал, что я вообще сильнее. И срубил одну из ветвей, которая зажала голову тигра. Да, говорит тигр, ты меня спас. Ну, садись, я тебе кое-что покажу. И тут же пацан садится ему верхом на спиду, и как тот, как серый волк Иван Царевича его катит. И сюжет движется дальше, дальше будет много еще приключений. Но вот эта простота, да, победил, молодец, достойный соперник. А еще секунду назад он готов был его разорвать на части и сожрать. То же самое происходит со многими эпизодами, которые нам казалось бы знакомы. Вот, значит, девица у нас идет к хозяйке тайги, да и так далее. Вариация какая-то. Мы чувствуем, что сейчас будет где-то здесь три медведя. Но вдруг выясняется, что это коровы хозяйки тайги. И это три медведицы. И вот они по волшебному знаку, не буду уж вам пересказывать весь сюжет сказки, быстренько подоили друг другу. Понимаете, у меня очень богатые воображения. У меня реально богатые. Но сказки народов Севера, это невероятная абсолютно фантастика, которая не снилась и сценаристом, там просто Стивен Спилберг где-то стоит в нервно курить в сторонке. Потому что эти медведицы у такой демонической, значит, в таком демоническом животноводстве, да, значит, медведицы это как коровы, да, и они быстро подоили друг друга. Вы можете себе представить быстро, даящего, так, нервно оглядываясь, значит, не идет ли хозяйка. Наполнены ли берестяные туиски, куда они, значит, сливают молоко. Вот трех этих медведей, да, это реально просто невообразимые вещи. Такого очень много. И вот это та самая ахаичная, жесткая, мездра, царапающая, да, такая совершенно... Мездра – это оборотная ткань, оборотная сторона меха, да, вот шкуры. То есть вот с жесткой вот этой вот корочкой, да, как ее не дубика, эту шкуру, как ее не вычищай, не разглаживай, да, все равно оборот всегда будет жесткий. И вот этой как раз царапающей, такой непричесанной частью сказки народов Севера потрясают, потому что они фантастически изобретательны. Конечно, оставаясь в рамках волшебной сказки, один и единственный раз в жизни, прочитав книгу Владимира Пропа, вы всегда будете знать, чем кончится любая волшебная сказка. И даже зачастую сможете легко предсказывать обороты, независимо, какая это сказка – африканская, тайская, никарагуанская, значит, латиноамериканская, алиутская, нанайская, русская или японская. Потому что волшебная сказка – это типологическое единство. Это когда ритуал сжег сам себя в процессе, когда разгорался очаг человеческой культуры, когда одновременно зарождалась речь, развивалась речь, развивались общественные отношения первые, еще первобытные. И вот ритуал, великий миф, воплощенный в действиях вокруг костра первого, в первый и главный сакральный вид общения, перегорел, как бы сжег сам себя. И вот эти уголья – это и есть волшебная сказка, доставшаяся нам как развлечение для детей. На самом деле это важнейшая штука для человека, который так в эти формы, в эти образы, значит, отлились его знания о мире. Ну и вернемся к сказкам народов Севера. Здесь вы увидите массу животных, здесь вы увидите прекрасно совершенно изображенные растения. Здесь вы увидите совершенно потрясающее изображение космически, нечеловечески, просто, ну вот, извращенных волшебных существ. Вот посмотрите, вот у нас демон, у которого руки и ноги завиты, как стволы, вот такие, как резиновые, да, как одноглазый, страшный такой циклоп, да. Это же потрясающе, да, вот. Естественно, девушка в ужасе, да, но она в ужасе, но она смелая девушка, да, она от него вполне нормально отмахивается, да, значит, и в конечном итоге победа будет на ее стороне. Тут очень важно понимать, что даже когда изображается, ну, совсем невозможное, да, вот у нас такой местный северный икар, да, икар в падении изображен. Вот, ну, злой, конечно, понимаете, белый сокол победил черного ворона, вот этот, значит, черный, он здесь не ворон, да, ворон там, кстати, символ мудрости, другая птица. Ну, вот он с этими пределанными крыльями падает вниз, да. А это изображено так художником, что тебе прям жалко становится этого персонажа, потому что икар где-то там у тебя уже прочитан задолго до, и он уже там в подсознании сидит, да, тебе жалко всех, кто падает, пытаясь получить, подарить человечеству чудо полета, да, или как-то при помощи этого полета спастись, да, помните, куда дедао с икаром летали. Вот, здесь очень много чисто графически красивых иллюстраций, которые прекрасно совершенно смотрятся просто как картинка, да, как набор цветовых пятен. Художник умеет с этим работать, не только прорисовывать вот эти этнографические узоры на костюмах, что прекрасно, но декоративность, еще раз говорю, она хороша в меру. А именно вот это подать как целостную картину, да, это действительно тот север, который можно увидеть, и тот север, который можно и сейчас почувствовать, да, ну, конечно, не приведи бог встретиться вот с такими вот некоторыми персонажами, да, уж очень они страшны. Сказки все более-менее человечны, то есть вы не думайте, что там полно жестокостей, это вам не дикий эпос, это нормальное чтение для ребенка, вот, хотя временами вздрагивать и ужасаться будет, потому что уж больно там прекрасные вот эти вот превращения. Про трех медведиц я уже сказал, которые, значит, вместо коровышек так доят, причем друг друга, то есть они такие на самообслуживание. Вот, я себе с ужасом представляю доярку, которая к ним ходит, да, вот с медведицами еще туда-сюда. Машенька, сядь на пенек, закрой глаза, сейчас ты проснешься, и это исчезнет. Это просто невозможно. Но кроме шуток, образы очень запоминающиеся в сказках. Вот такие сказки народов севера. Прекрасные издания. Я уже рассказывал об исключительно красивых, иллюстрированных изданиях сказок национальных народов севера и других, но вот эта книга пришлась мне по вкусу именно и отбором сказок, и вот этой вот их дикостью, такой вот непричесанностью, и, конечно, вот этим прекрасным, прекрасной подачей, да. Уж больно запоминаются эти сцены битв. Там почти каждая большая иллюстрация – это битва. И такая, что прямо ух! Но наши победят, как и положено в доброй сказке. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.